РАМАДАН Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурат Ахмедов. РАМАДАН Эта неделя для мусульман всего мира была ознаменована началом священного месяца Рамадан, наступившего по лунному календарю. Вступлением в Рамадан считается первый таравих намаз, совершаемый после обязательной ночной молитвы в преддверии будущего поста. Далее всеверующие начинают соблюдать пост, воздерживаясь от еды и воды в дневное время, между утренней и вечерней молитвой в течение всего месяца. Завершает пост праздник разговения Идальфитр у Роза-Байрам. В Махачкале, около центральной джума-мечети, весь месяц для постящихся открыт шатер Рамадана, где тысячи мусульман могут приходить на вечернее разговение, ифтар, и предрассветную трапезу, сухур, перед началом дневного поста. В первый же день благословенного месяца шатер Рамадана посетили почти 5000 человек. Благотворительный фонд «Инсан» вновь распахнул двери шатра для всех желающих совершить коллективное разговение. В этом году по случаю его открытия прошло торжественное мероприятие, которое посетили и представители республиканской власти. Все подробности с места события Абдулла Алиева. Возведение шатру в месяце Рамадан стало уже по-настоящему народной традицией в Дагестане. И самый главный, как и каждый год, расположен на площадке центральной джума-мечети города Махачкалы. В этом году он преобразился и внешне, и стал гораздо вместительнее. Если в предыдущие годы шатер принимал каждый день до 3000 человек, то теперь эта планка поднята до 5000. Шатер Рамадана является нашей уже ежегодной акцией, традиционной. На протяжении уже 7 лет мы проводим эту акцию. Успешно развивается, и мы с каждым годом, нам приходится увеличивать шатры. И вот в этом году мы практически вдвое увеличили шатер из-за острой нехватки мест, которое было в предыдущие годы. Возведение шатра – это всегда важное событие для горожан. И в этом году, чтобы разделить радость по случаю его открытия, церемонию посетил муфти шейх Ахмат Афанди и представителей республиканской власти. В своем выступлении духовный лидер поздравил всех с наступившим месяцем Рамадан и выразил благодарность фонду «Инсан» за организацию акции и всем, кто неравнодушен в ее проведении. Также шейх Ахмат Афанди призвал дагестанцев благодарить Аллаха за возможность принимать участие в подобных мероприятиях. Вот кто сегодня здесь присутствует, они все чиновники, мы их не пригласили. Они сами изъявили желание находиться вместе с народом сегодня первой ночь. То, что их присутствует, это очень о многом говорит. Когда говорят в Дагестане, между конфессиями нету таких разных голосов, я удивляюсь. Я говорю, а как могло быть по-другому? Конечно, наш пророк Аллахи Салат Аслам нас в своем примере показал. Один маленький фрагмент. Рядом жил сосед, еврей, старый человек. Каждый день он к нему ходил, за ним ухаживал. Сам пророк. Тогда сам пророк Аллахи Салат Аслам так отнесся. С поздравлениями от главы Дагестана выступил руководитель его администрации Владимир Иванов. Он отметил, что шатюр служит объединению общества, так как его могут постить люди абсолютно всех конфессий. Что присуще этому шатюру, что в этот шатюр могут прийти люди любого вероисплюдая. И мусульмане, и христиане, и иудеи, любые. Потому что в этот священный месяц любой гражданин, любой человек может прийти сюда и насладиться вечером вкусной еды. Сюда приходят и студенты, и малоимущие граждане. И не может быть плохим тот шатюр, который делает такие плохие дела. Также с наступлением месяца Рамадан поздравил дагестанцев министр по национальной политике, который отметил важную роль духовенства в укреплении межконфессионального мира в республике. Работать на этой должности очень легко, потому что есть такие духовные лидеры, как наш уважаемый шеф Хаджи и других конфессий, которые понимают и благодаря деятельности которых сегодня в Дагестане царит мир, межнациональное согласие и межконфессиональный мир. Спасибо им за это и нам всем за то, что мы их поддерживаем, понимаем друг друга. Со словами поздравлений выступил и мэр города Махачкалы Салман Дадаев. Он отметил, что Рамадан дает возможность людям стать духовно богаче, ведь благие дела, совершаемые в этом месяце, становятся намного ценнее и значимее. Шатер Рамадана будет работать на протяжении всего священного месяца. Сюда могут прийти все желающие, чтобы отпустить урозу. Он будет открыт для представителей всех конфессий. Здесь намерены накормить каждого, кто придет разделить трапезу со своими земляками. 9 мая вся страна отметила один из главных государственных праздников – День Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи дагестанцев с лагами, плакатами и цветами собрались на центральной площади Махачкалы, где прошел традиционный парад, посвященный 74-й годовщине Победы. Как всегда, поздравляли и чествовали главных героев праздника – ветеранов, тех, кто в годы войны защищал нашу страну от врага. На параде побывал и наш корреспондент. Патимат Ханапова. Празднование Дня Победы началось в возложении цветов к мемориалу славы сотрудников МВД. Церемонию открыли глава Дагестана Владимир Васильев и министр внутренних дел Абдурашид Магомедов. Также посчитать память погибших пришли представители власти, коллеги и родственники. Затем с центральных улиц Махачкалы люди начали стекаться к площади. Пожилые, молодые, рабочие, пенсионеры, дети и просто те, кто не смог остаться дома в этот знаменательный день. В руках флаги, цветы и плакаты, а на груди – георгиевская ленточка, как один из главных атрибутов Победы. Все они ждут начала парада, и право его открыть было предоставлено Салману Дадаеву, новоизбранному мэру столицы. Эта дата довольно грустная и в то же время величественная, потому что вписана в аналог мировой истории, как беспрецедентный подвиг народа, который ценой героических усилий, истинного патриотизма, ценой своей жизни, здоровья, отстоял независимость и свободу нашего народа. Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Днём Великой Победы. Торжественный митинг, посвященный 74-ю Великой Отечественной войны, открытым считаю. С праздником! И вот ровно в 10 дан старт, и долгожданный митинг начался. Главные герои праздника будто бы забыв о возрасте и боевых ранениях, дружно встают под звуки гимна. Здоровье хоть и слабое, но стойкости ветеранов можно только позавидовать. Так и ветерану войны, полковнику в отставке Виктору Хрисанову уже более 90 лет, но дух его с годами только крепнет. Я окончил 10 классов в 1941 году. Мне было 18 лет, еще не было 18 лет. Но началась Великая Отечественная война, и нас всех призывников направили в военные училища и готовили офицеров запаса. Вот таким и я был. Я сам участник войны. Прошел от Калининграда до Берлина. И вот стройным шагом под звуки марша колонна направляется к парку Ленинского комсомола. Участники акции проходят и по улице Магомед Гаджиева, и останавливаются у мемориала воину-освободителю. Здесь проходит уже ставшее традиционным возложение цветов к памятнику, в котором принял участие и муфти республики Дагестан шейх Ахмад Афанди. Они не только остановили врага и защитили свою семью, свой дом, свою малую и большую родину. Они дали нам невиданный пример. Пример мужества, нравственности. Пример умения побеждать в очень сложной, казалось бы, безвыходной ситуации. Годы летят и происходит смена поколений. Уходят из жизни участники Великой Отечественной войны. И наша задача – никогда не забывать о них и о их подвигах. По официальным данным, война унесла жизнь около 27 миллионов человек. Вечная им память. Батюна Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Традиционно в эти дни по всей России проходит и акция «Бессмертный полк». Шествие это охватило сотни больших и малых городов и поселков. В День Победы на центральной улице Махачкалы, как и по всей стране, вышли тысячи дагестанцев с портретами своих родных, причастных к Великой Победе. Своим братным и мирным трудом приблизивших этот светлый день. С места событий с подробностями масштабного мероприятия Луиза Раджабова. Нет России семьи таких, где бы не было памяти на своих героях. Лучшее подтверждение этим словам – это многочисленные портреты. Сегодня главное – это память, слова благодарности. Особое поздравление ждут ветеранов, тех, кто пережили страшные события военных лет. Улицы уже переполнены людьми, кто-то с пилотками, кто-то с флагом. Также есть георгиевские ленточки. Все они вышли под звук оркестров и прошли уже почти все центральные улицы нашего города. Я держу портрет нашего знаменитого земляка. Это Исмаилов Абдулхаким Исакович. Он первым водрузил знамя над поверженным Рейхстагом. Он из селения Чагарутарха Савюртовского района. Мы помним, мы гордимся. С праздником Победы, друзья! Чтобы почтить память, ежегодно на улицы Махачкалы выходят тысячи. В этом году желающих присоединить фотографии из своих воинов к беспертному паху еще больше. Многие портреты несут целыми семьями. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. В черно-белые фотографии навсегда молодых лиц несут их сидеющие дети, совсем молодые правнуки. История рядовых и офицеров, безусловно, это часть семейных историй, которые бережно хранятся. И пусть у кого-то не осталось даже фотографии, только имя и фамилия солдата. Такие таблички в руках дагестанцев очень важны. Главное, пронести память о своих героях. Сегодня я пришла в достоинство чести моего прадедушку, которого зовут Магомед Абдулаевич. Он является участником Великой Отечественной войны. Я очень горда за своего прадеда, потому что он с честью и достоинством прошел этот термистый нелегкий путь. Он служил разведчиком в Житомире, на Украине. И однажды, когда их с товарищем отправили на разведку, он решил спрятаться в избе у русской женщины. Мой дед остался в живых благодаря находке, находчивости русской женщины. Когда немцы делали очередную разведку, он с его товарищем, переодевшись в русский царафан и укрывшись одеялом на печи, остались в живых, благодаря тому, что немцы побоялись подходить к ним, так как думали, что они больны типом. Так вот, немцы ушли, прадед остался в живых, продолжил свой путь войны, прошел войну до конца. Сейчас, к сожалению, нет с нами в живых, однако мы его очень любим, истим его в память. Закончил свою шестую колонну на Рудовском бульваре, где прошел концерт военной песни. Отметим, бессмертный полк прошел по улицам Махачкала очередной раз, и участников с каждым разом все больше. Луиза Раджабова, Салмаги Тихмаев, новости ННТ, Махачкала. Праздник Победы шагнул на этот раз и высоко в горы. На вершинах Ярыдак, Базар-Дюзи и Шалбуздака альпинисты подняли знамена Победы. Мероприятие состоялось в рамках Альпиниада «Бессмертный полк». Альпиниада стала традиционной в канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. И в ней всегда принимают участие как дагестанские альпинисты, так и представители других регионов. Все ребята на восхождениях. Восхождение мы совершаем не только на знаменитую стену Ярыдага, но также и на Шалбуздаге находятся ребята. На вершинах сельды. Есть планы группы красноярских альпинистов, если будет время подняться на Базар-Дюзи, высшая точка Дагестана. То есть люди занимаются спортом и свои достижения они посвящают памяти своих отцов, дедов, прадедов. Восхождение завершилось водружением государственного флага Российской Федерации, флага Республики Дагестан и знамени Победы на всех трех вершинах. А сотрудники МВД России по Дагестану удивили замельков своим праздничным флэш-мобом. Более 45 полицейских машин с включенными спецсигналами выстроились в определенном порядке, образовав надпись 9 мая на главной площади столицы республики. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Великая Отечественная война минула более 70 лет назад, но ее отголоски по-прежнему доносятся до наших дней. Дагестанцы нашли могилу своего отца спустя много лет. Умер он в далеком 42-м году, и о том, где похоронили молодого кавалериста и маншапьях Вердеева, возможно, никто бы так и не узнал, если бы не одна случайная встреча. Все подробности этой истории в сюжете Карины Баталовой. В жизни этих уже пожилых людей не было отца. У них давно есть свои семьи, внуки и правнуки. Но мысль о папе, который ушел и не вернулся, навсегда осталась в сознании. Его забрала война. Отважный капитан-ковалерист и маншапьях Вердеев, как настоящий горец, шел на врага с саблей в руках да на скаку. 1 ноября 1942 года замкомандира 32-го гвардейского кубанского казачьего кавполка был смертельно ранен в бою «Зайчий кулак». Мы получили адрес одной медсестры. И она пишет, я, говорит, стояла у стола операции не как медсестра, а как боевой товарищ. Из уст его не было слышно ни одного звука стона, что он не стонал, говорит. Такой, говорит, он был мужественнее. Потом привезли, говорит, туда бурку, завернули его в бурку и увезли. А где он похоронен, говорит, я не знаю, она пишет. Так в 26 лет жена Иманшапи Патимат стала вдовой. На руках трехлетний сын, под сердцем еще нерожденная дочь. Война настигла ее на землях и западной Украины. До родного Хунзаха добирались тяжело. Бомбежка, обстрелы, всюду гибель людей. Больше замуж Патимат не вышла. В ее жизни от любимого мужа остались лишь воспоминания. В 41-м ему дали месячный отпуск, но он, не дожидаясь конца, уехал на фронт. И перед уходом он сказал мне и родным. Я человек военный. Не могу же я сидеть в такой тяжелый момент испытаний для нашей Родины. Моя земля плачет под ногами врага. Я нужен там, на войне, а не здесь. На войне прошли его последние дни. Казалось, он все еще там, лежит в земле Ставрополья, на которой погиб, защищая все, что ему дорого. Сын подрос и начал поиски захоронения. Ездил в Нефтекумск на братскую могилу и горевал, что отец похоронен. Так далеко от Родины. Я начал поиск отца, однополчан отца. Очень много я нашел однополчан отца. Но никто не знал, где он похоронен. В 83-м году мы сюда ездили с женой, с моим покойным двородим, братом старшим на его машине. Где только мы здесь не побывали. Другие места посмотрели. И мы никак не знали, что он похоронен именно в русском кладбище. Об этом мы не знали еще тогда. Но мы не могли узнать и вернулись обратно. А узнать помогли случайность и внимательность жителя Кизляра Абдусалама Халилова. На русском кладбище своего города он невольно наткнулся на братскую могилу времен войны. На одной из плит его заинтересовала именитая фамилия. Иман Шапи, правнук Наиба имама Шамиля, Ахпердиль Мухаммада из Хунзаха. Мужчина запомнил это и даже сфотографировал плиту. И вот спустя время уже в Махачкале на исламском форуме он заметил пожилую женщину с портретом Наиба. И подошел к ней, я говорю, а этот Наиб Ахпердиль Магомед, кто вам будет? Она говорит, он мой прапрадедушка. Я говорю, вот Кизляра в братской могиле похоронен, говорю, Ахпердиль Машапи. Он кем вам приходится? Случайно не родственник? Она говорит, это мой папа должен быть, мой отец должен быть. Радостная весть быстро облетела всех родственников. И вот уже здесь, на могиле фронтовика, около 30 потомков. Все они наслышаны о именитом предке, которого еще при жизни наградили Орденом Красной Звезды. Большое спасибо Абдусаламу, который непосредственно сказал нам, где находится, и что мы сегодня могли все вместе с ним, с его семьей посетить. Огромное спасибо им, что пришли вместе с нами, что сообщили. И вот сейчас мы очень рады, что нашли наконец-то перед нашей смертью, хотя бы, чтобы мы могли дуа делать для него, который он не получил всю жизнь. За упокойная молитва и немного родной хунзахской земли. Казалось бы, ничего необычного. Но за этими традиционными ритуалами стоят годы поисков, догадок и предположений. Вопрос, где же находится могила мужа, отца, деда, всегда волновала род Ахвердеевых. И вот спустя 77 лет есть место, куда можно прийти и отдать дань памяти своему славному предку, погибшему, как и подобает настоящему горцу. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, Новости, ННТ, Кизлярский район. Сотни семей из Ирганая в Инсукульском районе до сих пор не получили компенсации за затопленные земли, ушедшие под воду при возведении Ирганайской ГЭС. Больше 10 лет они неоднократно обращаются с требованием денежных выплат. О проблеме, которая стала частью жизни ирганайцев, в сюжете наших коллег. После строительства Ирганайской ГЭС под воду ушли с сады местных жителей, с урожаем, у кого-то даже дома. Однако многие до сих пор не получили никакую компенсацию. Говорят, обещанные ждут три года. В случае с ННТ, Кульским районом жители ждут десятки лет. В 2008 году строительство ГЭС было уже завершено. Оставалось просто наполнить водохранилище. Просто попросить людей оставить свои дома и сады. Горцы согласились. Они пожертвовали свое, чтобы республика увеличила объемы вырабатываемой электроэнергии. Тогда еще не зная, как долго придется просить уже им справедливости и исполнения закона. После затопления садов ирганайцы начали жизнь с белого листа, точнее, с чистого поля. Посадить новые деревья – это не чиркнуть ручкой по документу. Прошли года, прежде чем Магомед снова прошелся по своему саду. Собрал урожай. Лет 4-5 тому назад, когда дети учились, было очень сложно. Знаете, долг брали. Люди, как живут в основном. Определенные урожаи занимают у кого-то. Вот так и жили. Жили плохо. Было плохо очень. Нанимал у кого-то на месяц деньги. Отдавал студентам, которые учились. Но это меня лишили, это государство. Ни дело, ни электроэнергии. Люди просто недовольны. Отчаянно довели они вот это чиновники. Кормить обещаниями большой ложкой начали еще в 90-х годах. Объяснения должны были выплачиваться до завершения строительства и запуска ГЭС. Однако этого не произошло. Про это говорили только. Только и дома, и на улице отец покойный только про это говорил. С этим и ушел покойный уже лет 13. А я сейчас занимаюсь этим. Только от болтавни дальше ничего не идет. Некоторые обещали, уезжали. Мы тоже верили. Вот так и время прошло. Тем, у кого изымались сельхоз угодья без восстановления, предлагалось выплачивать пожизненно наследуемую земельную ренту. В итоге участки затопили, а народе забыли. Забыли и о том, как именно эргонайцы. Со 70-х по 90-е годы в сезон стране поставляли до 30 тонн продукции. Это село нельзя было здесь строить без очистительного сооружения, чтобы очистительные стоки не попадали в водохранилище и эргонайцы ГЭС. И в связи с этим было построено, вот это не построено, было две попытки построить это очистительное сооружение. Их строили где-то 90-е годы. Определенный объем денег здесь был освоен, объект был заброшен. И точно такие очистительные сооружения были предусмотрены. Шамилькале тоже не построили, бросили, прямо водохранилище сбрасывают. Точно так же Майданское. А ниже этих всех населенных пунктов подается вода для питья поселок Шамилькала и эргонай. И было письмо Ленингидропроекта, оно у меня есть, я вам говорил об этом. Что с тем, что питья вода набирается ниже этих населенных пунктов, завершение очистительного сооружения обязательно. Ну вот это обязательно, вы видите, в каком состоянии сегодня находится. Заявление об отказе от оплаты за электроэнергию жители сделали после работ по замене приборов учета. По словам сельчан, счетчики не вызывают доверия. Я как бы этот счетчик, который накручен 5600 киловатт, например, на Магомеду Гасана, его счетчики поставили мне. Этот счетчик идет, а те цифры, на него имя идет, эти цифры накручиваются. Я оплачиваю, помимо, и он отплачивает. Понимаете, в чем дело? Потому что по фамилии ему, по цифру, она числит за него. А поставили мне, я тоже оплачиваю эти деньги, и он тоже оплачивает. Такая ситуация. В связи с этим единогласно принято решение не производить оплату за электроэнергию до момента получения компенсации за потопление их садов. Такая нелегитимная реакция народа вполне объяснима. По словам людей, даже трансформаторы они покупали сами, всем селом. Например, вот этот трансформатор покупала вот эта улица, вот жители. Жителям приходится все это покупать. На это, они говорят, средств нету. И кабелями покупаем, и проводами покупаем. И вот столько, где-то 12 трансформаторов купили, мы здесь. Жамат собрал деньги, купили этот трансформатор. Акции протеста я лично поддерживаю, потому что я знаю, как здесь люди живут. Они же не отказываются от этого, что они вообще не будут платить. Они говорят, у нас денег нету. На то, что они жили, все земли, которые, они, какой-то выгода было, все, короче, затоплено. Откуда им деньги взят? Здесь был завод хороший, там работали люди. Но сейчас негде работают, у людей все отобрали, у них не на чем жить. Задолженность сельчан за свет составляет 59 миллионов рублей. Денежный долг государства перед эргонайцами за возмещение изъятых земель почти 2 миллиарда. По мнению главы Анцикольского района, необходимо выдвигать более правомерные и грамотные условия с обеих сторон. Может быть, например, эти долги возникли среди тем, что, вот, например, я же сказал, что здесь фиксированы суммы 500 и 1000 рублей. Если, например, они же не по счетчику, а по счетчику, может, там больше набежать тоже. Она, может быть, это поэтапное поглощение, они как-то напишут это, ну и указывают долг, тоже может быть, это тоже в законном порядке может тоже быть. Но это должны они указывать, например, у вас, например, вы оплатили столько, у вас долг остался сколько, ее планируют на несколько лет с последующим погащением его. Вместе с тем Росгидра в рамках своей компетенции готова участвовать в урегулировании конфликтной ситуации совместно с правительством Дагестана и другими заинтересованными структурами. Мы понимаем ситуацию, прекрасно знаем, что происходило с данным населением, но, пользуясь случаем, хочу обратиться к населению, и чтобы население не забывало, что это такой же товар, как и хлеб, как и абрикосы, и те пастбища, которые были затоплены в зоне строительства тех или иных ГЭСов, тоже попали под зону затопления. Однако сегодня население за этот продукт оплачивает. А вот свет считает электричество, считает каким-то другим товарным ценностям, забывая то, что сегодня сбытовая компания, гарантирующая поставщик Республики Дагестан, данный продукт закупают на оптовом рынке. И мы должны заплатить за полученный товар с оптового рынка, значит, оплатить им за оказываемую нам услугу. Проблеме не год и не два. Однако власти не торопятся углубиться в решение вопроса, завидным постоянством игнорируя просьбы эрганайцев. Но вот когда просьбы плавно переходят на требования и бойкот, как в данном случае, реакция государства просто необходима. Луиза Раджабова, Гаджа Магомедов. Новости ННТ, Унсукольский район, Ирганай. Преподаватели и студенты Дагестанского педуниверситета вышли с протестом против незаконных, по их мнению, действий ректората. Лишь на одном историческом факультете под угрозой увольнения оказались 11 специалистов. Разбиралась ситуация наша телегруппа. Почтайте нашим преподавателем! Верните Закира Мишневовича! Это студенты исторического факультета ДГПУ. Именно они первыми решились выступить против так называемого произвола в родном университете. С протестом ребята вышли после очередного увольнения их преподавателя, кандидата юридических наук Закира Мирзаева. В течение 22 лет, каждое утро, рабочие дни, раньше студентов, раньше всех, я прихожу на работу и позже всех отсюда ухожу. Сегодня утром пришел, там висят фотографии пижамы от Аждин Тагирича и моя. В стиле их разыскивает полиция. И написано, не пускать. Я говорю, что случилось? Вот, исполняющий обязанность директора в пятницу пришел, отдал нам это, сказал, повесит. И под угрозой увольнения строго-настрого запретил нас пускать в корпус. Вот таким образом мы стали, как говорится, людьми преследуемыми непонятно кем и непонятно по каким причинам. Мы с нашей съемочной бригадой решили проверить, действительно ли все настолько строго. Факт подтвердился. Фотографии действительно висят, педагогов не пускают. Однако объяснить, почему вход воспрещен, охранники так и не смогли. Мол, так приказало руководство. Нельзя поднять? Я так понял, что нас не пропускают. Да, пропускают. Не пропускают? Нет. Дозакира Мирзаева был отстранен от должности Таджудин Бижамов, водоцент кафедры гражданского права, бывший министр юстиции республики, проработавший ДГПУ около 40 лет. Под угрозой еще 9 педагогов, у которых в этом году заканчиваются контракты. Конечно, это незаконное увольнение. По закону и по всем положениям должно быть за два месяца до окончания срока, до окончания срока трудового договора, объявить конкурс на замещение вакаминных должностей профессорского, преподавательского состава. Этого нет уже два года. Не делают ничего. Доходит срок окончания. Нагрузка у преподавателей остается, их увольняют. Особо опасные преступники. Так они называют себя шутя. По словам преподавателей, в соответствии с трудовым кодексом, им причинные увольнения никто не объясняет. Они уверяют, тут личные интересы у руководства. Кандидат, доктор, 10 лет, 30 лет ты проработал в этом вузе, только потому нравишься ты или не нравишься. Старшему преподавателю Раджабову устали быть рабами. Устали прогинаться под непрофессионалов, незаконные решения. Это наша беда. Уважаю исторический факультет, его коллектив, то, что они поднялись за своих преподавателей. Я работаю на факультете социальной педагогики и психологии. У нас духу не хватило. Встать и сказать, стоп, хватит, мы не рабы. Не смогли мы связаться и с самим Асланом Раджабовым, исполняющим обязанности ректора ДГПУ. Именно он, по словам преподавателей, и выносит приказы, противоречащие трудовому кодексу. И о, мы не застали ни на рабочем месте, ни через телефонный звонок. По словам многих преподавателей, само нахождение Раджабова в составе ректората вызывает массу вопросов. Человек, который имеет судимость. Судимость по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Человек, который состоит в учете психиатрической больницы с диагнозом депрессивно-параноидный синдром. Это карта психиатрической больницы. Оригинал изъяли оперуполномоченные ФСБ Алибаев. 13 февраля изъяли, так и пропал оригинал. Это копия. Преподаватели и студенты не намерены на этом останавливаться. Против произвола в родном университете они настроены решительно. При этом стоит отметить, что сегодня представители силовых структур провели выемку документов в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС. По данным информагентства, пока обошлось без задержаний. Однако решается вопрос о возбуждении уголовного дела по хорошо известной для Дагестана статье «Мошенничество о хищении бюджетных средств». Ватимат Ханапова, Салман Гитихмайев, новости ННТ, Махачкала. В Национальном музее Дагестана прошла встреча героя России Магомеда Толбоева с учащимися махачкалинских школ. Место было выбрано не случайно. Во дворе музея на общее обозрение выставлен скафандр, один из тех, в котором советские и российские космонавты покоряли космос. На встрече дети многое узнали из истории жизни заслуженного летчика-испытателя. Магомед Толбоев рассказал школьникам много интересного о небе, самолетах и профессии военного летчика. «Вы все видите, что Россия окружена. У нас нет практически друзей. У всех есть свои интересы к нам. Они боятся нас. Боятся того всегда, кто сильный. Если бы мы были слабые, то нас бы по голове гладили бы. И наши национальные богатства бы летали бы куда попало. Сегодня мы за счет вооруженных сил держим нашу оборону спокойно. Поэтому и нет на планете войны. Пока есть Россия и наши мощные вооруженные силы, войны не будет». И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин